Субтитры сделал DimaTorzok Всем приветствую! 15 выпуск Мы не в полном составе Обещали прийти все И никто не пришел Сегодня мы с Олегом Арманом За камерой Артур Шпайсман на территории Мы решили разобраться до конца С Сайберфогом Поэтому у нас сегодня будет мета Или мет Будем варить мет Мет Сайберфог Ну и поглумиться решили Вот так нас попробовать Это классика Классика, да Есть, есть Кто-то отгадал? Нет, конечно, никто не отгадал В общем, первый вкус Короче говоря, Raspberry Что? Raspberry Macaron BMW1 Да, видите, производитель Шрифты, шрифты Кстати, упаковка огонь Мне нравится Мы прокапались Да, они нулевкие С не кабустом Все как бы Все красиво А что похоже упаковочке? Ну что? Новый стеклянный полк Так он был похож в прошлый раз Ну да Но как они стали Это и есть B-drip для русских Там снизу написано Сайберфог Все дела Так же как на B-drip Брендированные флаконы Все стильно Так, ну и что С макароном? Что-то не очень макарон Мне кажется Это какая-то мыльная дрянь Какая мыльная? Тут вообще мыла нету Ты че, Оля? Ты че накурился? Там просто какая-то Неприятная выпечка На самом деле Есть горчинка непонятная Вот я не могу Я вообще не чувствую никакой А макаронный вкус Мне нравится Ежи же Макарон Мэн Такая была Да Она, кстати, очень четкая А это вот Жалкое ее подобие Нет А я думал Что-то интереснее будет Потому что Это такая линейка Какая-то Она вся кустарная Может у меня совсем свежая вата Может я еще капну А, ну макарон Это вот типа печенька С прослойкой Да, из малины В общем, ребят Да, малиновый макарон А, да, вот Видишь, все Разбери макарон Да, V1 Версия 1 Да Но по факту Непонятно, что это такое Будете пробовать Шпайзман не пробует Он выпечку не любит Закрутите Зарапного взрыва Короче Макарон не очень Че Я коэлы Коэлы Ты заснял? Я запарил коэлы Да ладно Серьезно? А, ты коэлы попарился? А я коэлы попарился Олег, а можешь Сука Иди промой водой Да у меня губы горят Ты иди под холодную воду сунь Ёпка Губы, губы Губы под воду сунь Я тебе тоже Ты подумал Такие, как он негра будут Это первый раз в моей жизни Кстати Ты делаешь так, да? У меня такое постоянно Постоянно Я сижу за компьютером Я себе налью Купол не закрой Отвлекусь на что-нибудь У тебя в силы привет У меня постоянно Постоянно Пять Водичка холодная Купи Сейчас Вижу Я первый раз в жизни коэлы попарил Вкусно? Нормально Мне понравилось Не мыль нормально Аккуратно Надо значок там вешать Коэлы не парите, короче Теперь речь о детей Ну так че, макарон? Мне кажется, что это кемота какая-то Не, маку я не чувствую Ну здесь просто неприятный Именно вкус выпечки А малины я че-то как-то не очень почувствовал Ну она такая, знаешь А я выпечку вообще не ощущаю Ну нет выпечки для меня Для меня есть какая-то кислинка малиновая Опять эти малиновые семечки Малиновые вот эти вот Ну зёстрочки Косточки, да И выпечки я вообще не чувствую И я опять скажу, что типа вот макаронмен Там была прикольная жижа Это нет Нет Давайте основник где-то По запаху он этого напоминает Монстр Разбери Монстр Джемонст Да Есть такое Действительно На выхлопе Я не чувствую, к сожалению, выпечки Что там на следующей Киви Киви Стравбери Саус Версия 1 Понимаю, скоро у них начнутся версии 2 Версия 3 Ну это знаешь, запилили первую версию На полный Зайдет, не зайдет А что, киви дабл Ничтожный? Да вот, кстати, нет Да? Да? Очень на бутбрип смахивает Чего-чего? Чего-чего? Сразу повелся, блядь Ну они же часто жиры переделывают В принципе Ну нет, они работают Да, над вкусами То есть, переделывают Эта книга только стартовала Ну Она прям вообще не давно вышла Я не знаю, может быть она и давно Я просто Да, я же тебе говорю Я же тебя не обманываю Знаешь, что это напоминает Что, фарлик? Да Атмос делали Как он назывался? Киви Клубников Не помню Был очень похож Но Российский лап Очень похож Не закопал что-то? Нет Да, действительно круто Заливай скорее На нас уже горит Ну-ка это Купол не забудь А ты не снимаешь? А он так заливает Сразу Вот понюхай Реально, кстати Даже лучше пахнет Пахнет лучше Потому что там что-то не хватает То, что в бэддрипе есть Вот такая еще Там есть как-то противная та фишка А здесь нет Здесь ее нет В свое время Мне она нравилась Сейчас она мне обдействует Поэтому я фарлик не парю Посмотрим А, ну там в фарлик еще жвачка Жвачка есть Хуеть, блядь Ну что? Я тебе серьезно Попробую Плохом смотри Ну так ты людям скажи Чего? Чего охуеть-то? Я охерел просто Говорю, он что-то курит Где-то ходил Что-то накурился Мы его ждали полчаса Короче, он пошел Короче говоря Я сюда погреться Пахнул Да, и нормально Это фарлик, кстати говоря Это действительно фарлик Причем Что на запах Что на вкус Даже лучше Правда даже лучше На удивление На большое удивление Это фарлик Нет, ребят Это рож Ну, я не знаю Это вкус не сглаженный И потом здесь нет никотина На фарлик действительно похоже Но на вдохе Ни хера не фарлик Ну, у него есть вот эта же термоядерность клубники Он очень рисковатый Ну, это как фарлик Ну, фарлик Это как-то по-другому обыгранного Более Там за счет жвачки Он более Может быть, да Здесь он немножко на вдохе Рисковато Ну, в целом Вот интересно Как бы он с никотинчиком Да Давайте запустим его Ну, давай Давай возьмем Запустим сегодня его А, давай Давай его в конце Может, попробуем Да Давай Губы обожгу На друга встал Губы я уже обожгу Давай Ну, мне нравится Он по вкусу Он действительно похож на фарлик Ну, мне вот не очень Ну, я вообще просто фарлик Мне не очень нравится Поэтому В фарлик есть неприятная нотка Причем раньше она меня не раздражала Сейчас она меня просто бесит Я поэтому не могу его сейчас парить Именно жевачка Жевачка меня бесит Нет, а знаешь У фарлика есть такой Отвратительный запашок Ну, да И кашу на рвоту похожа Да, да Особенно, когда достаешь Сарпеточку из-под дна Давай добьем И она пахнет Не очень приятно Раньше мне не понравилось Сейчас мне это бесит Очень похоже Очень похоже Но он на вдохе Вот резкий Вкус еще, наверное, какой-то Я не знаю Может, подышать надо Или что Но это прибыль Очень близко к фарлик Рисковато Я просто не знаю Цена какая Я еще не знаю Чудли 400 Не больше Ну, 500 Сейчас мы его немножко потрясем И дальше будет следующий вкус Да Давай Давай Короче, следующий вкус будет Получается Милон Версия 1 Стерео Стерео Милон Интересно, что там Короче, арбузик будет Если дынька Дынь с чем-то Или арбузик С чем-то Похоже Понял Ну, арбузик, короче говоря Арбузик Да Будет арбузик Никто не хочет Но выбора нет В общем, арбузик Следующий вкус Арбуз Стихи какие-то прям Реально Ровно в линию Опс Ну, ладно Да, переверни Опс Ну, пахнет вроде ничего Пахнет, наверное, больше дынь Чем арбузом Как кажется Ну, с холодком, что ли С каким-то Дынь с кудем, что она воняет Дыни с кулером Ну, не очень Горчит Она тоже Рисковата даже Хотя дыни здесь ничего Дыни прикольная Кстати, такая же Как вот тебе нравится Кстати говоря Да? Да Молоченькая дынька Да Она не без молока Но вот вкусная Она вот тот, который тебе заходит Это вообще Не надо Легко Что? Ну, нифига Это как раз мерзот А мне нравится Такая пластиковая Мне такая Плёдь Ну, ничего Ну, я бы не парил Ну, если угостят Попарю Угощай Прошлый раз мы пробовали Грубо говоря Сайберфоб В больших количествах И вот он был не одаромленный В некоторых местах Ну, вот это как раз Линейка перенасыщенная Да? Ну, более резкая Более резкая Резковата Даже дыни резковата Ребят, если вы помните Жидкость Кейтс Скетчбук Помнишь такое? Кейтс 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 Ну, помню Но я её парил давно Там была Вернее, там был Многие даже не знают Вообще, что это такое Пишите Помните? Она такая Не особо популярна была Не раскручена Не откручена Не, она подавалась Она сейчас продаётся Могу адресовать Южнобутовская 36 Что там? Там продаются Кейтс Новый Новый Дизайн Южнобутовская Это ведь? Да Все запомнили Короче, классно Отставили Ну, и как вам? Салфеток Можно? Можно? Салфетки 3-4 Да, и не вопрос Не, ну, да не весит И по паре Ну, это вот именно Вот какой кейтс Кейтс Две Не, она Не Не нора Конечно Это российская дыня После 3-4 Напас Там противности Какие-то Прямо проявляются Она пластиковая Пластиковая Да Мне не нравится Потому что Та дыня Которая Тупынка Это американская Они используют Ханни Дюх Как правило Или канталупу Здесь Ну, канталупа Вообще Противная Ну, они Миксуют В дыню Ну, канталупа Это тоже Дыня Салфетки Так, что На следующий вкус На следующий вкус Будет Блэкберри Кустарт Версия 1 Ягодный крем Мы пошмотраем Чёрная смородина, ребята С кремом Блэкбери Какая-то Чёрная смородина Блэкбери Ежевика Нет, блэкбери Это ежевика А черника Блюбери А Голубая ягода Чёрная ягода Тупые Пиндосы Ты учи Учи язык А у нас чёрная смородина Красная смородина У нас хотя бы смородину мы говорим Они просто говорят Берри Понимаешь Чёрная ягода Красная ягода Что Они же добавляют Берри Какую Блэкбери Мы говорим Чёрная смородина Они говорят Блэкбери Понимаешь Чёрная ягода Какая чёрная Хрен знает Блэкберри кустарта, на выхлоп нормально, и что молчим-то, подсистема родилась, я не понимаю, крем прикольный и ежевику не могу понять сейчас, сам кустарт клевый, крем клевый, крем клевый, с никотинчиком, не, крем реально прикольный, очень здорово, я просто не пробовал никогда ежевику именно с кустартом, ты как любитель крема, крем зачет, похож на меня, крем хороший, нет, ну он похож, но сейчас я же говорю, у тебя кустарты, они все другие, но крем неплохой, он маслемистый, хороший крем, просто я не в состоянии понять ежевику с кремом не пробовал, но здесь даже я бы не сказал, что здесь прям ежевика, скорее больше, наверное, ягодный кустар, мне кажется, да, потому что здесь четко ежевика здесь вообще никак не выражается, просто ягодный крем, да, ну кустарта это заварной крем, потому что эти пиндосы, у них крем это тоже может быть сметана, да, да, почему бы нет, да, черная ягода, сметана, да, кустарты, это именно заварной крем, не, крем хороший, ягодки прикольнее, да, вот этот вот мне нравится, пусть проб, такой прям лайтовенький кустардик, получается, грубо говоря, это мультиягоды, что-то ввел от этого вкуса, не, мне нравится, мультиягоды с кремом, получается, да, по-моему, не с адреналином, завязывайся, кустарты, с адреналином, короче, какой-то он вообще самый, даже, даже дынь поприятнее будет, ничего, нет, не, крем клевый, мне зашло, мне тоже понравилось, абсолютно, что у нас там следующий вкус, у нас получается классик кустарты, кустар, просто крем, короче говоря, просто крем, крем без никто просто главное только не забыть купом одри поди чтобы кайлы не помогает у тебя уже выпечка будет с выпечкой всегда смесло у меня уже было да идея пришла можно обычный крем макарон о нет макарон нет макароны не получился я считаю от слова совсем ну вот на запас ягодка интересней такой же вкус крема как предыдущий жижи только без никто только только без ягода и он уже типа не интересен наверно потому что посылки никакой нету просто крем но могли бы ванильки добавить а то есть ванилька лайтовенькая такая очень неплохая не знаешь на запах что только начинал заниматься миксологии не но вот он как раз к ваниль здесь и есть она есть французской ваниль типа есть кислинка французской ванили нет ну вот без без ягодки без чего-то он просто не интересен прикольный да получается нет ничего сверху и как типа банально неинтересно но он вкусный сяну крем сам крем неплохой ловим крем походе ездим вы составляющими вот мне тоже наносительно это нет просто отвратительно из закрутки взрыва не будет он получает какой-то он просто не он но он не яркий вкус не такой какой-то не на ненасыщенный то есть нету того что вот прям крем а это французская ваниль этого не ваниль французск я не знаю почему и все используя мне нравится у нее есть кислинка такая пряность с ней работу следующий вкус нас тоже стерео только стравбери версии 1 стерео стравбери клубника там вроде как клубника земляника что-то там такое попробуем вот сейчас у нас будет клубника с кремом да и будет это пахнет странно это пахнет странно капуста должна быть а ты понюхай ну там какие-то листья работа это крем я не понимаю кремника же должно быть какого-то беда беда это ну так как как она не входит а не мало да да это будет три листа правильно прикладывать чтобы газон скосили как будто и клубники добавили причем клубника и внутрь вкладываешь не прикладывал точно ребят 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 это вышли в луга прям скор прям с корнями землей земли не так стряхнул не землистись присутствует кстати говоря есть просто реально вот как мы тогда табачку парили был прикус земли да вот действительно есть я я могу так описать знаешь когда клубничка лежит на грядке да и вот она такая поспела и упала на землю упала на землю да ты ее сорвал и вот вместе с землей съел ну когда там есть там на ней что-то грядки вместе и листочек заодно еще задавал который хрустит так на зубах вы это все рассказываете и на меня смотрите как будто я в деревне никогда не был типа ты это ты эти бабушки на огород сходи да иди клубничек сорви поешь а сам вкус непосредственно прикольный ну я не знаю мне не нравится не сама или сама клубника на прикольно не я там есть холодочек какой-то обязательно прям пошел прям пошли для него да куда ты где-то почувствовал холодок галереезда неважно ментуах не дали менту травяной сбор номер пять до этого темночек и закапаетесь там сама клубника она клёвая свежая не тухлая не когда ягода да получается видимо они пытались сделать не конфеты никакой а вот этот натуральный вкусом стать получите снах это флора рябут оторвал и сразу в рот вместе с землей флоральный флоральный что флоральность вот надо записать ты сделаешь давай и прям сразу флоральность говорит соску выкладываешь короче куда-то ладно не получается никакой орально-флоральный мне ну вкус оригинально может быть у нас не всем зайдешь но он назад не нравится это будет уже сайбер фок но это еще да луч какой-то сайбер фок да перед это не для нас так нет желающих на него нет даже никто не изъявил мы поставь классный бы прорекламировали и мы желающие отпали удалай лучами я не знаю что получат к саму вот этого по саму клубнички в общем это иван чай с клубникой просто вальчай с я же расколоть земля тройной сбор номер 5 сладко мне кажется рубля там чуть будет кислое я лизнул сладко не с руки я же только губы прижегте себе внутри не прижигал клеймо поставить типа все ты вейпер на всю жизнь так знаешь как там дрипкосос да 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 у миледи было там лилия на плече а у меня триплы на губах а мы не знаю я не знаю что-то вашей клубе не давайте разложим может не знаю давайте раскладывать на вдохе кислинка идет как типу зенита противная зенита не противная кислинка да противно но малина я не знаю я просто говорю есть малина вот на вкус малина ежевика аптека фонарь не знаю даже не пойму какой-то вообще противный то что же прочитал потому что зенит любит эти даже набрал давай набираем я вообще не понимаю чё там нем нет дала пускай он уберет я считаю с малина и аптека зачем на камеру допасываешь сатана но ребят кстати на самом деле она очень сочная сочная не вкусная для меня на запах вот вообще прям давай не согласны с тем что она похожа очень-очень похожи на культе нет ну если здесь заявлены малинный лимонад ну ищ я угадал короче она ребят кстати очень похожий на культе не от клинки лимондирую похоже лучше сделано гораздо лучше реализован здесь лимон что вот это противный влетел ну короче я был правда это малина долбанная до костями очень извините для бедных такой совсем треш трешовый но на вдохе приятнее там похоже есть схемозность очень очень сильно перекликать так что ничего по итогу то у нас получается из этих из этих я попарил только старт взял бусину постоянно чку blackberry кустарта пожалуй все мне понравилась дыня несмотря на то что она пластиковая мне такая дыня нравится мне понравился кустар с черникой ну с ягодами в общем с ежевикой тут вообще на ежевику не похоже на свете ну ладно в общем ягодный кустар и дыня и как ни странно типа клубника она интересная а фарлик что тебе зашло фарлик огонь вообще но я в общем голосую только за один вкус как раз за фарлик фарлик получается да и очень интересно будет как он сейчас покажет никакого сейчас запустили в конце в конце запустили мы его будем трясти все это время артуру и вячеслав будет трясти в главе репориста 6 вот тогда мы сейчас отбиваемся перематываемся продуваемся продолжаем короче говорить продолжаем мы решили стебануться перепробовать вкус и атмосфер ядер посмотреть что из этого выйдет вдруг чё-то поменялось это отечественное ответ тоже давно пробовал что когда беленькой тюкетчиками были на эту субъекту лесу но а сейчас зато смотрю как вот как лотерея да да ладно лохотрон есть учет там то есть истерей там что-то есть на написание лузов три вишенки джекпорт бейджи y&w большая да чем и там ну я думаю описание хрустов вайл я не пробовал когда вайл нет черничка это черника с кремом или просто я даже не помню в комментариях пиздец это когда тебе производитель в комментариях пишет долбоебы лафунси бить какого заодзак спасибо петушары, но гола там не было. Но это у них нет, но по факту он лад. У нас-то есть, понимаешь, но то, что у них нет, это не значит, что они ее нет на вкусе. Но там есть рисунок кока-колы на одном вкусе. Прикольные ягодки. Мальноватые. По факту черника, не знаю, черника или не черника. Мне кажется, такой же мультиягоды просто. И черника, и еще что-то, еще что-то. Ребята, они что-то с никотином злой. Никотин злой вообще. Он мягкий, но на куривке как фарлик. Ты напариваешься, но при этом он не хашит, и ты его не чувствуешь. Я не знаю, если поднимать архивы памяти, но по-моему, как-то было поинтересней. Все с черникой. Раньше было лучше. Да, трава зеленеет. На самом деле, да, здесь прям никотин какой-то. Нет, как бы Atmos не заседали, то есть нужно все-таки дай ему отдать. Нет, Atmos они молодцы. Они двиганули. Олег, как всегда. Сука. Ну и шатали. Сука, Артур. На байт. Если бы он взорвался, было бы еще круче. Черт-черт, крутился такой. Спасибо. Что убрать-то, на самом деле? Уже все, все убрано. Тебе мод дать так было просто? Так бы сказал, что и попарить, блин. Так, ладно. Поехали. Я не понимаю. Ну, это не черника точно, а в прямом смысле этого слова. Короче, адский никотин, черника другая. И мыльность. Ну, мыльность я не чувствую. Не, не мыльно. Не мыльно. Что очень? Какое-то странное стало. Омару я тоже его не пробовал. Омару я не помню. Это клубничка у нас. Омару клубничка? Да. Это жвачка клубничка, по сути. У них там клубничная, по-моему, только фрага. Флага – это клубник со сливками, а омару – это клубничная жвачка. С ножовкой пахнет, кстати. У меня себе уже прокапывал эту дверь. Ну, я не знаю. Клубника чуть не очень пахнет. Потому что там просто какие-то явные. Ну, влаганфрут, по сути, там питая, клубника. Ну, в этом духе. Клубничка там. Я тебя сейчас открою. Ну, открой. Прямо, заходи. Atmos.ru. Как все говорят? Atmos. Sanina. Так, Sanina или нет? Сейчас узнаем. Ну, Atmos как только не склоняли. Ну, потому что они дынок шатали. Да. Зато они были лидеры продаж. До сих пор продаются. Я их даже привожу как фетиш у них. Всегда на полочке есть. Для особых клиентов. Да, есть. Но что, реально люди покупают. А если в своем доме? Ну, было уже. Ну, было. Просто они... Они были везде. Я не знаю. Мне что-то нравится. Даже в табачном ларьке. Такая легенькая жвачка. Приятная. Ну, клубника здесь есть, наверное. Жвачка тоже. Они еще и снюс делают теперь. Да, они что тут не делают. А вот по поводу других там каких-то фруктов. Что ты говорил, Тамарман есть? Ну, не знаю. Там Питая, клубничка и банан. Банан Патая. По-моему, там просто жвачка. Бабулган какой-то. Бананово-хлубничное. Ну, кстати, прикольно. Ну, нормально. Такая ровненькая, на постояночку. Если видите жвачку. Она не рассваивается там на разный вкус. Она идет вместе. Прикольная жвачка, кстати говоря. Сладкий, в то же время прекрасно свежий. Сутка. Так, он учет английский, а ты в курса араторского искусства. И освежающие вкусы жвачки наполнены ароматами сочных, афтопических фруктов. А слабо на армянском? Нет. Давай. А, не могу? Я думаю, нет, не слабо. Смотри. Ну, по сути, вот. То есть, видишь, вот. Ананас, киви. Ананасы там нету киви. Тебе нарисовали? Ну, мало ли что они там нарисовали. Я сейчас тоже нарисую. Горло дерет. Никотин. И причем это не ДХ, а именно вот дерет внизу. Мне не нравится такой эффект. Да. Для них намного лучше. Фрага. Ну, фрага это клубник со сливками. Ну, что, зашло тебе? Я не пробовал их. А чему? Тебе ждали? Мы подюхали нам хорошо. А, вон. А может, может быть такое, что раньше реально была трава зеленее, и вы просто многого не пробовали, а сейчас когда вы многое попробовали, вот такие, что это говно походу будет. Ну, может быть. Не, на самом деле, нет. Я, ну, ты правильно подметал, такая штука действительно есть. Я обычно к лентам так объясняю, но когда ты очень долго паришь одну жидкость, ты как раз вспомнишь ее вкус. Не, ну, это тоже не факт, потому что рецепторы тоже обновляются, и вкус меняется. А когда ты жижу паришь, наоборот, ты к ней придрачиваешься, и уже она тебе вкусняшная тоже. Ты даже легкие изменения в рецепте, ну, не только ловляешь. Ну, эта штука тоже была приятная. Тухлая, у меня. Раньше было вкуснее. Катвуд, ботус. Нет. Что там, до катвуду, да, вообще? Далеко очень. Винекор в милке? Нет. Ничего там не тухлая. Винекор на огонь. Здесь тухлая. Да сейчас у всех производителей почему-то тухлая клубника. Вот у всех. Что у американцев, что у наших. Я не понимаю, что с ним вообще на вкусах. Нет. А вы сейчас сразу и на полку ставите, что ли? Я не понимаю. Так, да. Один не катит. Вы что думаете, если мы классику парим, можно не пробовать, да, ее? Ну, хоть понюхайте для видка-то. Вообще. Ну, как это, ну, клубника и клубника, да? Нет, ребят, по факту, она не фонтанетка. Вообще. По факту, вот, третий вкус, и ты действительно чувствуешь вкус, и ты чувствуешь только негатив. То есть, есть клубника? 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 Не свежая? Вообще нет. Гнилая? Да тут ничего нет. Сливки. Сливки не завезли. Следующий вкус император. Я его, кстати, тоже не пробовал. Ну, император, это был вообще такой хит ихний. Лимонный пирог. Ну, это сириал, да, получается? Лимонный пирог. Ну, нет. По факту, они просто сделали... Нет, не сириал. Чего? Это флот лупс с кремом. Это сириал. В общем, суть в чем история такова. Они на тот момент, когда запускали лимонный пирог. Ну, он у них позиционировался просто как лимонный пирог. Да, но это в России как лимонный пирог. Короче, это Павлик. А в Америке это, блядь, сириал. Это Павлик? А? Павлик? Русский Павлик? Да не Павлик, это просто лимонный пирог. Мне кажется, в каждой среде кто-то говорит, блядь, это ж сириал. Это ж... Да. Есть такое. Он даже по западу на сириал не похож. Таких два раза нашел сириал в прошлый раз. Он и карамель каждый я пирог. Просто ты чувствуешь лимонный вкус и сразу сириал. Там есть сириал, я мешал этот император, понимаешь, один в один. Не мешал, я шатал твой император. Это просто фрукт-клуб с кремом. Тут очень много крема, поэтому он более мягкий, нежели классический сириал. Вот и все. Да не сириал этот. Ребят, если... А, кстати, у нас есть один подписчик. Ну что, это сириал разный? Есть один подписчик, который разбирается в миксологии. Я с ним как-то общался. Дружище, если ты посмотришь, пиши, пожалуйста, касаемо императора. Потому что я более чем уверен, ты знаешь. Император, ребят? Самый первый. У меня на нем даже аккумулятор слил. Про императора? Про императора. Либо хорошо, либо никак. Но он ни о чем. Станиславский, да? Мне кажется, моделями менялись, да? Не, все норм, короче говоря. Вкус так себе. Ну, грубо говоря. Там есть лимон беспонтовый и все. Ребят, на самом деле... И все. В свое время, когда он был очень нормальный, вот без вот этого вот ДХ, КОПИНА. Но это была очень вкусная штука. То есть... Ну, это был китовый вкус. Да. Там очень классный нежный лимон. Без цедры, без вот этого вот всего. И довольно мягкий крем. Ну, причем, кремовая тональность там была не однослойной, а она перетекающаяся такая была. В целом, очень интересный вкус был. Но сейчас... Это отвратная херня. То есть, она такой не была? Не, они вообще все-таки не были. Да, вообще странно. Ну, там крем есть, но он как-то где-то там... Тут есть, но смотри, за счет никотина ты чувствуешь только никотин, а в бэкапе где-то есть вкус. ТХ-шка очень сильная какая-то. Ты даже не ТХ-шка хуже, чем ТХ. ТХ еще окей. А это не повладает на горле. Хочет першитый, а кайфа никакого с этого нет на самом деле. Поехали. Следующий вкус – это чифлес. Чифлес я пробовал. Ну, чифлес – это банан. Причем, мне он и тогда не нравился, не знаю, сейчас. Я его на Лему купил. Нет, чифлес мне понравился. Где? На Лему. Ну, или фабачок был. Кайфону подобный бак. Довольно хорошенький. Это сигаретник? Да, но по факту, да. Ну, довольно свободной затяжкой. Потому что там уже скоро начнем железки обсуждать. Почему нет? Не, он пахнет до сих пор прикольно. Банан с карамелью. Да. Фу. Радарми еще делали гличеслав с торпедой. То же самое. Не знаю. Бананов очень мало. Я, может быть, скажу, что-то не так, но мне нравится. Нравится? ТХ-шки нету? Нет. Но даже если она есть, мне надо не напрягать. Какой это? Ну, нравится и нравится. И дальше. Не нравится сочетание такое. Ну да, ты же, блядь, парил агребатор. Я люблю такую же, да. Ну, это и есть. Мне вообще не нравится. Ну, это и есть агребатор. Да, только минималка. Да, это такой тяжелый бананс. На минималку. Да, с чем-то там. Ну, это за счет карамели. Карамель, банан. Карамель, банан. Корица есть? Корица есть, Вебзарк? Нет? Нет, корицы тут никогда не было. Точно? Да. Это диексишная карамель от ТПА. Очень тяжелая фигня. Да. Нет, вообще, для меня не парибельно вообще. Нет, это мое. Парик, пожалуйста. Вот. Подарю тебе это мое. Мне нравится этот вкус. Мне нравится такой вкус. Мне это вкусно. Парик на здоровье. Сейчас мне еще раз шатанут. Банан. ОСК, ну это овсяное печенье. Коск на огонь. Огонь. Которая дельмицей какой-то. Давыла всегда. Мы еще к Минпати перейдем. Потом я тогда скажу про Минпати. Не, Минпати мне нравился. Я попарил. Не, ОСК тоже супер, кстати говоря. Потому что там такая мятка была. Нормально прикольно. Тик-так. Обычный тик-так. Какая мятка? С рыбкой. С рыбкой. С запахом. Дей? Нет. Дей? Чего? Дей на букву М. Не гей, а дей. Дей. Супа с 7 ингредиентом, да? Да, да, да. Я не могу это слово сказать. Почему? Мы же не материмся. Ну покажи его тогда. У меня нет ее. У меня нет ее. Чего? Нет, это вообще какое-то другое печенье. Можно я сольюсь? Да, ты сольешься. Я не могу. Он уже перепарил, по-моему. Это, блядь, сейчас. Все, Сатурна больше не наливать. А вот это ни о чем. Кто искал вообще, да? Ни о чем. Где печенька? Они были не такие. Тут ваниль какая-то прет, вот эта французская, противная. Да. Отвратительная. Будем? Французская ваниль. Не, я не против французской ванили, но здесь она только одна, она и табак. Так вот, на кустар похоже. Да. Никотин просто. Никотин, короче, с кустарным, с каким-то невкусным. Была корица прикольная. Была висяная печенька клевая. Сейчас ничего этого нет. Это все было в линейке. Сейчас получается ваниль и все. И кислинка, горчинка этого никотина. В общем, ни о чем. Фигня. Войска фигня. Причем раньше это была прикольная жижа. Ну, я парил, да. Можем парили ее на фиговых девайсах? Нет. Я на разных парил. В тот момент, в каком они году выпустили? В тринадцатом или в четырнадцатом? В четырнадцатом, да. В четырнадцатом точно. В четырнадцатом. Тогда у меня был бак Кангеровский. Это субтанк, субтанк. Ну, у всех был. На субтанке. И был Снорм, да? Все у него парили, я тоже он был. Следующий вкус это, короче, Минт Пати. В общем, это тик-так. Тик-так, мятный тик-так. Классический тик-так. Он такого цвета. Там, наверное, никотин. Там, наверное, шестерка. Свет, как будто там адская выпечка, короче говоря. А, нет, он, на самом деле, даже похоже был. Он был темный всегда? Он был еще довольно ментальным. Сейчас. Ну, вот махорка была, по-моему, беленькая такая. Ну, сейчас прям. Это заметил они все довольно темные. Там, да. Накотин заливают, да. Непонятно. Пахнет прикольно. Нет. Пахнет. 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 Да, понюхай, там, не рыбка, там, с саминкой какой-то. Рыбой, вот эти, по-моему, он всегда так пахнет. Да не всегда, он никогда так не пахнет. Ну, я не знаю то, что раньше было. Вот и вот так он и пахнет. Блядь, с саминкой. Рыбный тик-так, блин. Ну, гады же. Мне нужное пилотное. Все, все-таки, да. Наверное, оправданно было название. С саминой назовет. Всю линейку. Ну, это вообще. Не, ну, правда, да. Отпратительно. Давай. Я слился. Не стесняйся, хорош. Потому что, что это, классику не будешь? Не, не заливай, она вообще похожа на советскую жвачку мятную. С дерьмом никотином. С дерьмом никотином, да. И он прямо на первом плане никотин. Вот, которые раньше были, вот эти пластиночки такие. С дерьмовой мятой. Нет, да пухни с мятой, мята нормальная. Ты вообще. Ты затягиваешься когда, и первое, что у тебя ты получаешь, это вот этот вот горько-кислый никотин. Да хорош. Ты поглубже не так пахнет. Ты втянись нормально. Глубоко, да. Согласись, пахнет мочой. Есть там санинкой какая-то. Хоть убейте, а не чувствую. По поводу санины комментировать не буду. А вот по поводу того, что там на первом плане просто никотин. Ну то есть, грубо говоря, это основа с отвратным никотином. Просто уебищным. И сверху у тебя мята. Да. Теречная. Это вообще. Ну это дрянь, да. Трэш. Следующий вкус, короче, махорка. Махорка мне нравилась, да. Я ее не пробовал. Я говорю, вот нет. Это, по-моему, табак что-то с персиком. Да. А на запах всем казалось, что там яблоко. Кстати, правда яблоко пахнула. Ты заправил. И опять вот. Это никотин блядь. Никотин блядь. Это тоже вот эти санины и ванины. Но есть жижа, которую ничто не может перебить. Это спирит от CyberFog. Мы по-прежнему ищем его владельца, кстати говоря. Желающие могут написать на камеру. А там в добрые руки. Реально. То есть потерялась жижа, ищет своего владельца. Если в течение двух недель не найдется, мы, короче, объяву распечатываем. И нет-нет, мы распечатываем объяву и навесим на всех столбах на Царицыно. Но здесь как-то табак вообще где-то далеко. Какой-то одеколончик чуть-чуть даже отдают. Персика я вообще не чувствую. Не задается персиками. Зря. Ты что, пацаны, кайфуй? Я вижу. Табачки нет, есть парфюм. Про что это кино, да? Парфюм, опять парфюм есть. Про чем это кино? Персика нет. Парфюм есть? Нет персика вообще. Нет персика есть. Вот это вот, грубо говоря. Короче, далеко табачка и одеколон Саши. Да. Парфюмерия, синева, вот это вот алкогольное, грубо говоря, спирт, парфюм и табака нет. Это не та мохорка. Да вообще не та. Вообще не та. А ты парил ее? Да. Ну пытался вернее. Ну то есть это не то, да? Нет. Она даже по запаху не та. Она другая по запаху. Там ты открывал реально мохорку. Знаешь, вот старая дедушкина такая. Ну ты хочешь сказать, что жижа реально не та? Абсолютно не та. Которой она была в 15-м году. Абсолютно. То есть это две разные жижи. 15-й год и 19-й год, да? У нас, да, у нас тут магазин живет своей жизнью. Все нормально? Здесь всегда что-то происходит. Кофемашина просто моет себя. Да, она спать пошла уже. Короче, по атмосу. Ну это ничего хорошего. Отвратитный этап. Пиздец. А, кстати говоря, у нас за это время, я думаю, немножко запустилась жижа. Чуть-чуть. Давай, закидывай нам ее за крючкой. Сверху. Давай, давай. Оп. Даже страшнее. Все, она сверху там никотинная. Не, она нормально запустилась. Видишь, матовая вся. Матовая. До молочного состояния? До молока ее взбили там. Нашим молочным. Весело. Весело. Дядя Петя и дядя Федор. Чур Петя. Чур Петя. Короче, мы парим фарлик. Чур Петя. По брендам Мета. Чур Петя. От Сайберфок. Забущенный нами же сколько-то минут назад. Сейчас ловим никотин, который сверху плавает. И нас примется. Весело. Я боюсь сюда ее заправлять. После всего вот этого. В адреналин. Такая вакханалия была вообще жуткая. Кстати, никотин еще прикольный стал. После махорка. Странно. Я подниму хорка. У меня что-то никотин еще по-моему нет. Но он есть? Блин, как он пахнет круто на самом деле. Не, на запах, да. Отлично. То есть, конечно, знаем, что запах это одно, но он и на вкус очень круто. Не, я еще не настоялась совсем. Я ее не чувствую. Подожди, она отойти. Мы в каком-то следующем выпуске ее попробуем. Потому что я изменения вообще не чувствую. По поводу русской жижи для меня было большим открытием гедонист, да? И вот это второе открытие из русской жижи, в которое хочется попарить. А, нет, еще была кока-кола с карамелью. Ну, от них уже, опять же. Значит, не все так плохо с русским производством? Нет, не все. Ну, то есть, она вкуснее фарли. Без шуток. В ней нет той неприятной нотки, которая фарли меня раздражает. Ну, просто жвачку брали или все. Да, да. Ты не жвачку обливаете на кого-то. Ну, она есть там, действительно. Там есть неприятный вкус. Раньше он меня не раздражал, сейчас он меня бесит. Я фарлика выпарил много. Ну что, все? Ну да. Приветики, подписок, все дела. Лайки, дизлайки. Да. В общем, короче говоря. Подписывайтесь на ТикТок. Да, кстати. Мы в ТикТоке, кстати, с Артемом оба. Можете подписываться на нас сразу на обоих. Мы чуть-чуть зашкварились, зашкварьтесь и вы вместе с нами. ТикТок в Вейпстриды можно увидеть на ВК и там же прямо сойти на него. И прямо там же отписаться. Хотите увидеть Артура? Подписывайтесь на ТикТок. Он там будет. А, и Вячеславу тоже. Сука. Обожаю твою суку, кстати говоря. Реально, Стас. Давай, иди. В общем, подписывайтесь на нас, комментируйте, пишите то, что вы бы хотели еще раз увидеть. Мы готовы даже Армас Парк ради вас. Да. В общем, всем сердечки. Всем пока.